Актеры театра романа Витюка, они приехали в Уфу с гастролями спектакля «Служанки» по одноименной песе Жанна Жене «Служанки». Спектакль, который много лет назад заявил себя как манифест новой театральности и собирает полные залы поклонников в гостях «Светская хроника» с Евгением Ашко, Дмитрием Бозин и Иваном Никульча. Добрый вечер, с вами «Светская хроника» с Евгением Ашко на телеканале М-Телевизион. Время известных людей в эфире. Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, Иван. Он был назван одним из ста самых красивых людей Москвы, хотя сам актер всегда подчеркивает, что красивы его герои, а не он сам. Роль роковой иудейской царевны в его исполнении настолько естественна, что даже в таком образе поклонницы сходят по нему с ума, и он, как никто другой, понимает тонкости женской души. Брутальный, уверенный в себе, талантливый и безумно харизматичный, он известен поклонникам театра своим колоритным амплуа «Мужчины-бам», а с недавних пор еще и как автор фотовыставки «Идущий». Очень сложно узнать Дима в гриме, тем не менее, когда мы покажем фотографии этих потрясающих актеров, я думаю, что такое сравнение будет в пользу не грима. Как прошел спектакль? Замечательно. Ну, были накладочки. Какие накладочки? Дима лучше расскажет. А, нет, на самом деле это не накладка, это просто ситуация. Я прекрасно понимаю, что люди зла не хотят, они просто не всегда готовы к определенному жанру, я просто прекрасно понимаю, что они собираются так или иначе в концертное помещение. Знаете, не в театр, ну, все-таки, а мы играли в здании, которое более рассчитано на концерты. И в данной ситуации... Что имеем в нашем городе? Да, я об этом только и говорил, что никто в этом не виноват, просто у концертов есть своя специфика. Музыка грохочет все время, и поэтому телефон у тебя может работать, он никому не помешает, ты можешь спокойно побеседовать с кем-нибудь рядом, тем более через пароход и так далее. То есть вся эта ситуация, это запросто может быть. Люди к этому привыкли, они пришли в это здание, у них все как всегда, сначала они увидели действительно танцующих людей, заиграла музыка, все вроде громко, и они поняли, да, концерт, танцы. И потихонечку они просто в этой атмосфере, оставшись, продолжали так себя и вести. И это был рекордсмен по количеству звонков. Да, сегодня. Сегодня спектакль был за долгие годы, поверьте мне, за как-то очень много. И просто... Количество звонков в телефонных зале? Телефонных, телефонных, да, да, телефонных звонков в зале, да. В общем, в принципе, мы как будто бы работали в прямом эфире, знаете, и к нам приходили где-то сообщения и так далее, еще параллельно, мы должны были отвечать на вопросы, наверное, еще по ходу. Но шел спектакль, и в принципе он уже перевалил за свой, там, ближе к закату, понимаете, вся эта история. И когда я понял, знаете, есть такой момент, когда количество всего этого там в той стороне происходящего вдруг настолько велико, что ты понимаешь, знаете, как лед вдруг треснул, и полынья все больше. Ты просто понимаешь, что еще секунду, и они уплывут, и ты их уже не вернешь. Опять же, не со зла, они не хотят ничего тебе плохого, они просто уплывут на льдине. Вот и все. Я знаю прекрасно, как в таких ситуациях нужно поступать. Просто наступает критическая точка, когда ты должен просто сказать, ребята, я вас слышу. Вот просто извините меня. И я просто действительно сказал, вот просто говорю, ребят, это самое большое количество звонков, которые я слышал за последние 20 спектаклей. Они зааплодировали, они тут же там кто-то в голосах, извините, и так далее, и так далее. Но самое главное, они вернулись. То есть мы снова соединили, и снова спектакль пошел вместе. Это очень важный момент, когда ты просто должен сказать, ребят, я с вами. То есть мы не некие актеры, которые, знаете, тут что-то свое живем, в некой своей жизни. Нет, нет, нет. Мы в контакте. И все. И дальше все пошло по-другому, и взорвалось, и вообще жизнь. Играет музыка. Играет музыка. Вообще часто бывает так, что вне зависимости от количества звонков Какой-то публики, вот чувствуете, что публику вот теряете Нет, не часто, не часто, особенно в этом спектакле, конечно, не часто Дело в том, что скорее есть другой момент Он тоже достаточно объясним Человек либо весь спектакль проведет в определенных шорох Он будет видеть то, что ему сказали перед тем, как он сюда пришел И вот он так и сидит Видит свое кино Это нормально, я тебя тоже вижу Аллилуйя, все в порядке Есть другая ситуация Человек просто смотрит и не понимает Ну реально, очень много пластов, понимаете? Ну вы сами посмотрите, что это за грим? Что это за грим? Это Япония В данном случае это японский грим И он используется именно потому, что и так далее Но что видит человек? Мужчины играют женщин Вроде история про французских служанок Причем здесь японский грим? И почему пластика из эпохи модерн То там Египет, то там Греция, то еще чего? Очень много всего понаворочено И на самом деле, а нас же в школе не учат все соединять Понимаете? У нас на самом деле в школе изучается Вот это Египет, это Греция, это 20 век Дмитрий Бозин родился 6 ноября 1972 года После окончания школы в Новом Уренгое Поступил в Российский университет театрального искусства Всего год он проработал в театре Сатирикон И вот уже 20 лет является ведущим актером театра Романа Витюка После нескольких ролей Дмитрия, где он играет женские образы Пресса активно заговорила его нетрадиционной сексуальной ориентации Однако актер отрицает разговор о своей гомосексуальности Он женат и воспитывает двух дочерей В одном из интервью Бозин признался Со сцены я могу бесконечно говорить о любви В реальной жизни я принадлежу своей жене Один портной, я ему говорю Слушай, будь добр, мне нужна зеленая туника И он мне с серьезным видом, профессионал, говорит Тима, зеленых туник не бывает Я учил историю костюма Они бывают белые, красные, цвета песка Что-нибудь такое Дима, ты 20 лет в театре Виктюка Только, мне кажется, Роман Виктюк умеет Или учит всех вот так соединять Какие-то сочетания Нет, не только, конечно, Роман Виктюк Это огромное количество команд работают в этом направлении Театр Васильева Недавно скончался Агеев, он тоже это делал замечательно И... Ну, может быть, скорее он... Ну, любит этим заниматься Ну, может быть, да Может быть, это ярко Ну, люди знают его, я не знаю, больше, да Вот если мы говорим об обывателях, о широкой массе То есть имя театра Романа Виктюка у всех на устах Ну, они скорее знают не театр Романа Виктюка Они скорее знают самого Романа Виктюка Человека из телевизора, который в хорошем пиджаке говорит странные вещи Ну, наверное, так скорее Сам бренд театра Романа Виктюка возник одновременно с появлением одного из первых опытов постсоветской антерпризы Спектакля «Мадам Баттерфляй» В 1996 году театр получил статус государственного Виктюк создал театр гей-культуры, где нет ни одного гея Такой вот парадокс Большинство зрителей свято уверены, что все актеры гомосексуалисты Что лишний раз доказывает убедительность их игры 20 лет в театре, ведущий актер Скажи, каково работается эсметром, которым ходят слухи достаточно о капризном характере? Иван, тоже не молчи, я тоже хочу, чтобы как-то... Да, в данном случае, когда он улочнит Хочется вот из первых уст от вас... Ну, на сцене на репетиции он деспот, но Роман Глазович, он другое То, что в социальной жизни он иной А то, что в театре... Какой репетиции? В социальной жизни, ну, это, конечно, вам больше знать, а лучше его знать в этом плане Но я бы сказал, что он капризный, нет На сцене... Но так говорят люди, и всем очень интересно узнать, как происходит это... В самом деле, вообще, слово капризность, оно немножко не к нему относится Это скорее гневность в какой-то момент, да, он не сдержанный язык Может вызывающий... Честно говоря, не люблю в этот момент Контакт Сейчас мне это не достается В основном набираются, когда ребятишки там вот... Молодые, и на них идет крик Я небольшой любитель такого крика, потому что я уверен, что эти вещи можно объяснить иначе Совершенно другим языком, просто человек себе уже так привык, он позволяет И это какое-то, знаете, определенное удовольствие Орать на какого-то молодого пацана Вот есть такое наслаждение, я думаю Просто человек, ну, как бы, уже заслужил это право, так или иначе И теперь вот парень терпит Вот, а... Да... Ну, а тебе, когда ты начинал, приходилось терпеть? Когда-то же ты тоже был молодым актером? Да, и я ушел сразу из театра То есть? Ну, вот просто ушел, да и все То есть, на тот момент я ушел из театра Моссовета в Сатирикон К этому моменту как раз начались репетиции спектакля Маркиз де Сад «Философия в Будуаре» И у меня была роль Огюстена, когда там монологи были такие, которые нельзя было вообще И дело даже не из-за того, что это был мат А мат был какой-то неправильный, не к месту, невероятно грязный И даже какой-то недосадовский Знаете, в нем не было изящества в этом монологе Крик стоял ужасный всю репетицию И в конце концов я сказал Знаете, Роман Григорьевич, наверное, просто непрофессионал Ну вот, как-то, еще-то не мое это И я не могу так Развернулся и ушел То есть, и полгода я шлялся, черт знает где Где шлялся? Где только не шлялся Я поступил во ВГИК Я готовил тогда эту программу ВГИКовскую То есть, я много чего понаделал за это время И в результате, через полгода, я снова пришел Они продолжали репетировать Маркиза Десада Я пришел, сказал, что поступил во ВГИК А Виктюк, да, у меня сейчас смешная история была Мне, Фатимочка моя, тунику сшила греческую Как раз вот о тунике речь Но не зеленую, как я хотел, а джинсовую, черную И в тунике я к нему пришел это рассказать Лето было жарко В сандале Виктюк на меня посмотрел, говорит Ты вот так по Тверской шел? Я говорю, да Такой вот грек Сына, идем ко мне обратно работать Такая фигура зря пропадет И Катя Карпушина, актриса нашего театра Взяла меня за шкирку и сказала Откажешься? Убью Не отказался И не отказался И роль была уже другая Шевалье А у того парня, который играл Агюстена Вырезали весь текст И Евгений Атарик Это был первый случай, когда он был реально немой на сцене Ну потому что это никто не смог бы произнести физически Все, такая была история с возвращением ПЕСНЯ Будьте с североломной гущи Где дорога в Трезен ведуща Не раскаетесь Услужа Мне Давно мечтаете изменить форму губ? Тогда принимайте на вооружение новую методику Коррекцию губ на нанитями Аптос Несколько минут и ваши губы приобретают желаемую форму без эффекта силиконовых губ Ваши губы после процедуры станут более аппетитными и соблазнительными Благодаря Аптос и высококлассным врачам японской клиники ночи Коррекция губ превратилась в простейшую процедуру с идеальными результатами Скидка до конца месяца 20% Продолжение программы смотрите после короткой рекламы Вы оба не коренные москвичи Сложно было стать такими королями сцены? Вообще сложно было пробиться в Москве? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова